Ты, Сэм, салют, ты смотришь HipCode, хип-хап для детей, для детей хип-хап культуры, и пришло время поговорить об альбоме мигасов современной, точнее битлов современной музыки, мигас и их альбом Culture или Культура. Альбом, который дебютировал на первой строчке чартов, разошел с отержаном в первой неделе всего лишь 131 тысячу копий, но через полгода уже стал платиновым. Альбом, который можно назвать первой серьезной попыткой мигасов стать или сделать поп-культурные или попсовые хиты, альбом, на котором лежат такие хиты, как Bad and Losey, и альбом, после которого можно сказать, что мигасы из разряда инновационных, о, интересных, нифига себе, классные чуваки, переросли или официально стали самой большой группой в хип-хопе, кем они являются до сих пор. Let's go! Альбом, как и многие хип-хоп-легенды, мигасы тоже дарят нам трилогию. И свою трилогию парни называют Culture или Культура. На обложке первой части этой трилогии мы можем увидеть своего рода комментарии или иллюстрацию того, что мигасы родом из Атланты и в итоге стали чемпионами Атланты. Это история того, что троица выросла и была воспитана матерью Куэйву, а Куэйв является дядей Тейкоффа, Тейкофф и Овсе двоюродные братья. Это история того, что парни собрались в группу в восьмом году и вроде бы сначала назывались Polo Club. Их первый mixtape вышел в одиннадцатом году, Jog Season, а первый успех им пришел в тринадцатом после Versace, Versace, Versace. И в том же тринадцатом году их подписывает Quality Control как своих лид-артистов. Quality Control, пожалуй, самый большой и самый влиятельный хип-хоп, именно хип-хоп лейбл последних трех-пяти лет. Дебютный альбом мигасов вышел в пятнадцатом году, он назывался YRN, но тот год был очень странным. В начале года их арестовывают за употребление марихуаны на кампусе, двоих отпускают, а Овсе сидят в тюрьме вплоть до конца года. В середине года, а именно летом, они выпускают свой дебютный альбом, но из-за всей сумятицы и суматохи, альбом оказывается флопом, продают всего лишь пятнадцать тысяч копий. А Culture вышел через два года. Овсед уже вернулся к ним домой, и они могли уже основательно подготовиться к этому релизу. Кроме того, на момент выхода Culture мигас уже были обсуждаемым моментом. Во-первых, весь интернет пестрел мемами про их стиль, затем все уже слышали и Хану Монтану, и Versace, затем Дональд Бловер провозгласил их битлами современной музыки, и они прославили или сделали деб популярным после своей песни Look As My Dab. То есть другими словами, в отличие от Wire N, к моменту выхода Culture уже все хотели и всем уже был нужен такой большой альбом, и он вышел в семнадцатом году. Альбом начинается с песни одноименной, на которой мы слышим такие слова. Они пытались обыграть нас, но обыграли самих себя. Это интро для всех фокбоев, которые сомневались в Мигас. Вы обыграли самих себя. Фокбой, склони свою голову. И затем на аутро. Культура. Как вы, фокбои, будете притворяться, будто бы Мигас не являются частью культуры. Они представляют эту культуру с самых улиц. Фокбой, склони свою голову. Культура. Альбом скоро. Another one. Забавно, да, что Мигасы выбирают своим хайпманом DJ Khaled. Ну, типа, кто может быть лучшим хайпманом, чем DJ Khaled. И в этих словах DJ Khaled говорит о том, что творилось вокруг этого альбома на момент выхода. Да, все уже знали о Мигас. Но очень многие действительно не принимали Мигасов. Очень многие относились к Мигасам как к какому-то странному, несерьезному проекту, который не является частью культуры. Но все поменяется сразу же после альбома Culture. Мигас — это группа из Атланты. И когда они называют своих героев, они вспоминают Гуччи Мэйна, Outkast, Lil Wayne, Master P. То есть они называют южных типов. И Мигас — это самая настоящая южная культура. И это хорошо слышно, когда ты возвращаешься особенно к их первым микстейпам и песням. Там хорошо слышно этот Атланта или даже New Orleans сырой южный звук. И хорошо это тоже видно и слышно на песне Call Casting, который начинается с лупа. Я не знаю, как называется именно этот звук клавиатуры, но этот звук клавиатуры — это классический для очень многих южных песен, вне зависимости от города. Затем перед версией Takeoff мы слышим звуки Лин, того, как он пьет Лин. Ну и, конечно же, какая южная группа или какой южный персонаж может обойтись без южного сленга. На тексте Quiver в втором куплете мы слышим такие слова. Нигас try to send a talk. Типы постарались отправить ко мне шлюху. Это единственный способ им поймать меня. Я не буду ждать перед тем, как убить тебя. Я, частный самолет на Бермуды. I knew I've been had sauce. Я знал, что у меня всегда был sauce, потому что я занимался сексом со своим тютером. Йоу, слова по типу Todd, sauce, cap, ops, bougie — это все сленг, который принесли в нашу культуру мигас и прочие южные рэперы 2010-х. Это все локальный южный сленг. Ну и, конечно же, самый большой и последний момент их южатины — это их триплетный а-ля очередь из автомата без пунктуации flow. И на этой песне мы видим хорошую репрезентацию этого flow, потому что он разный, он отличается от одного куплета Quave к другому, к куплету Offset, и на припеве Take Off мы слышим другой flow. То есть, в отличие от общего представления или заблуждения о том, что это одинаковый flow, он на самом деле бывает разных скоростей. Он может быть а-ля очередь из автомата, как мы слышали на Versace. Он может быть, как здесь, средняя скорость, самая популярная, наверное, скорость этого flow, как мы слышим на этой песне. Или же он может быть очень таким laid back, расслабленным даже на грани танцевального, как мы слышали на песне Walk It, Talk It. К сегодняшнему дню мы уже все понимаем, что это, пожалуй, самый влиятельный flow в хип-хопе последних пяти лет, и мы понимаем, что Мигас является чемпионом этого flow, и мы понимаем, что Мигасы не изобрели этот flow. Этот реплетный flow был на юге с самого, наверное, начала. Но, в отличие от 3-6 Mafia и прочих классических южатин, которые использовали этот flow, они использовали flow для передачи серьезных каких-то панчей, смыслов, и добавляли туда еще довольно-таки тяжеловесный, мистический, потусторонний и сатанический вайп и эстетику. Но Мигас же сделали этот flow максимально тупым. Они сконцентрировались именно на этом flow, и добавили туда максимального юмора. White Boy в нашей культуре, называйте их Энди Миланакис. Йоу, что бы это ни значило, это звучит смешно. Это западает тебе в голову, и это остается. Так же, как и Hannah Montana, или Versace, Versace, Versace. Что бы они ни говорили в этих песнях, это легко, и это западает тебе в голову. В этом, по-моему, гении Мигасов. Они приземлили, они отупили этот триплетный flow и сконцентрировались на нем. Они сделали из него то, что хочется просто подспудно имитировать. Я уверен, что дети, подростки, родители в 15-м, в 14-м, в 16-м году, когда встречались где угодно, старались сделать свое То есть, Мигасы сделали из этого флоу максимально народную историю, максимально попсовую историю, и в итоге этот флоу сделал их легендами, наверное. Ну и, конечно, самый большой момент, связанный с Culture, это история того, что этот альбом ознаменовал начало тотальной доминации Мигас в хип-хопе, и это первая осознанная и удавшаяся попытка Мигасов перейти в поп-мейнстрим. До Culture культура знала про Мигас, говорила про Мигас, а после Culture уже весь мир говорил и слушал Мигас. И в этом вслушал весь Мигас, как мне кажется, заключается одна из основ того, как они смогли добиться этого. Но Culture парням впервые удалось записать и сделать несколько очень больших поп-песен. Такие песни, как T-Shirt, Sleepary, Get Rich With You и, конечно же, Bad and Bougie. Я бы даже сказал, что первая половина этого альбома, или 6 из 13 песен на этом альбоме, это legit Мигас хит, это большие хиты в дискографии Мигас. Ну и, конечно же, Bad and Bougie, что вообще стало первой песней Мигас, которая смогла возглавить чарт Billboard E. Это, наверное, самая узнаваемая песня в дискографии Мигас. Песня на самом деле является самым обычным примером хвастливого трэш-тока от пацанов. На припеве мы слышим такое. My Bitch is Bad and Bougie, Варим дерьмо вместе с Узи, Мои типы убийцы, У нас третий калибр и сотни заряженных обоев. Ничего особенного, мы слышали уже очень много подобных песен от Мигас. Но что делает эту песню особенной, это то, насколько отполированно и идеально она звучит. На этом альбоме уже нет этих классических для юга артефактов, инструменталах, битах, нет уже этих странных разбросанных лирик, то есть структура песен максимально скомпонована, грамотно подобрана. То есть, когда ты слушаешь этот альбом, ты видишь, что здесь все сделано максимально профессионально, с одной целью добиться чартов и попасть на радиоволны, попасть на плейлисты и так далее и тому подобное. И, если смотреть на список продюсеров, не совсем понятно, каким образом у них получилось так перейти, потому что все те же продюсеры, которые были на YRN, оказались здесь. Тот же Зайтовин. Единственная разница в том, что здесь он фактически является исполнительным продюсером, он спродюсировал добрую половину этого альбома. И эта песня Bad & Bougie является первой коллаборацией пацанов с Metro Boomin, и любопытно, что со своего первого же захода Metro Boomin создает, пожалуй, самую большую песню в дискографии Мигас, самую узнаваемую песню в дискографии Мигас. Песня, с которой... Потому что если Versace была все-таки интернет-мемом, то Bad & Bougie, она дошла до первой позиции чарта, и она стала массовой народной песней. Я бы даже сказал то, что эта песня — это Muscle Flex. Она напоминает мне какую-нибудь 7-минутную песню от Funkadelo, когда Funkadelo и знают, что они короли всего. Также здесь Мигасы знают, что они короли всего, поэтому они устраивают 7 минут один и тот же луп в инструментале, каждый из них выходит на сцену и выдает разные скорости своего триплетного флоу. Другими словами, Bad & Bougie — это чистый Muscle Flex. Большая часть этого альбома — это, конечно же, музыка для вечеринок, аптемпо, разнос, отрыв и так далее, и тому подобное, за исключением, наверное, двух последних песен, и в особенности Kelly Price. Говоря про Kelly Price, нужно сказать то, что как только я услышал вход Куэйва, мне показалось, что я слышу Дона Толливера. То есть в 17-м году Куэйва сделал то, что Толливер сделает в 2020-м. Вопрос, для чего нужен Дон Толливер. Ну ладно. Ну и, конечно же, эта песня звучит как песня с Birds in the Trap. Вполне возможно, это так и есть. Вполне возможно, что здесь мы видим историю того, как Трэвис Скотт, уже состоявшийся Трэвис Скотт, дарит или делится своим сосам, смигасам, которые хотят все-таки дойти до этого попсового или чартовой позиции, которой есть Трэвис Скотт. И если смотреть на этот альбом, это один из, кстати, главных хайлайтов тоже на этом альбоме. Никогда ранее у Мигас не было такого количества больших имен на своем релизе. Диджей Каллэд, который на первой песне выступает, как и Хайпмен, Узи или Узи Верт на Bad and Bougie. И, кстати, говоря про Верта, нужно сказать то, что даже парт футуристичного Верта на той песне кажется обычным. То есть, ты слушаешь Bad and Bougie, доходишь до парта Верта, и такой ничего особенного, насколько передовым кажется или звучит Bad and Bougie, что даже такой чувак, как Лил Узи Верт, ничего не добавляет к нему. Затем мы видим классические, и все-таки для Мигасов фичер, это Гуччи на песне Слипери, и мы слышим Two Chains, которые добавляют немного этого тренч, этого немного грязного уличного трэпа во весь этот альбом, и, конечно же, Эдлибы Мистера Трэвиса Скотта на Слипери. И, говоря про Келли Прайс, говоря про Слипери и Эдлибы Мистера Трэвиса, стоит сказать то, что только на Келли Прайс у меня создалось ощущение, что это песня Трэвиса, Фит Мигас, со всеми остальными большими чуваками, опять-таки говоря про Верта, у меня создалось ощущение то, что Мигас звучат более интересными, и Мигас на этом альбоме смогли выдержать конкуренцию с большими именами. В заключении скажу, что, конечно же, знакомство с Мигасами нужно начинать не с этого альбома, не с культуры 2017 года, а с mixtape Wire N 2013 года, где лежит как Версачи, так и Хана Монтана, или, например, классный совместный альбом Гуччи Мэйна и Мигас. То есть, повторю мысль о том, что культура или калчур, это во многом все-таки масл-флекс Мигасов. Это история того, что им нужен был мейнстрим-дебют, каким не стал Wire N альбом 2015 года, поэтому они сделали все то же самое, что они уже сделали, но собрано, более профессионально и более скомпонованно, и в итоге захватили эту культуру. И говоря про захват культуры, сейчас, когда ты, насколько это поразительно, сейчас, когда ты слушаешь в 2021 году, тебе не кажется это свежим, новаторским, даже когда ты слушаешь Версачи или Хана Монтана. Это говорит о том, что Мигас действительно смогли захватить эту культуру. Мигас добились того, что в один момент, мы все помним этот легендарный видос Snoop Dogg, в один момент вся индустрия стала звучать как Мигас. То есть они провозгласили это и в итоге стали этой самой культурой. И если говорить про мои любимые песни, мне очень понравилось то, как звучит коллаборация Мигас и Трэвис Котт. По-моему, из всего, что я слышал на этом альбоме, песни как Kelly Price, и как называется последняя песня? Kelly Price и Outer Your Way, по-моему, это две самые любопытные песни на этом альбоме. И забегая немного вперед, ждем третьей культуры и посмотрим, посмотрим, будет ли это заключительным этапом не то что доминирования, а свежести Мигас. Или же ребята смогут на этой культуре 3 предложить нам что-то любопытное, интересное и еще более свежее. Если говорить про оценку, то для меня это полная хатхор. Продолжение следует... Продолжение следует...